В истории небольших поселков и деревень в благословенных местах, отзывающихся в сердце как «малая родина», отражена история Отечества. Я хочу презентовать вам небольшую экскурсионную программу «Караваево. Героическое» с тем, чтобы вы полюбили наше родное Караваево так, как люблю его я. Небольшой поселок, знаменитый племзавод Караваево и выведенную на его базе костромскую породу крупного рогатого скота знают далеко за пределами Костромской области и даже за рубежом. А выпускники первого вуза на земле Костромского сельхозинститута, ныне Академии, высоко ценятся на родине, в странах СНГ и за дальними рубежами России. В Краеведческом музее Караваевской библиотеки и маленьким, и большим библиотекарей расскажут историю родного поселка и историю знаменитых костромских коровок. Новая порода скота возникла не на голом месте. Еще в конце XIX века прогрессивная женщина своего времени, помещица Александра Усова, приобрела усадьбу Караваева вместе с пашней, лугами и лесом, основав обширное, грамотно ведущееся хозяйство. После революции в 1918 году на его базе был создан племрассадник с целью снабжения крестьянских хозяйств племенным скотом. Сначала местных маловесных коров скрестили с холмогорскими быками, получив мисковский и бабаевский скот, а затем животноводы добавили гены швидского и ольгаузского скота, выведя крупных, красивых и очень выносливых буренок. Серьезную работу по совершенствованию совхозного стада, повышению продуктивности коров вели зоотехник Станислав Штейман, директор Вагенак Шаумян, селекционер Александра Митропольская. Племрассадник становится племсовхозом Караваевы, витриной достижений советского сельского хозяйства. Уже в 1935 году караваевцы получили первые правительственные награды, а на открывшейся в Москве всесоюзной сельскохозяйственной выставке караваевские коровы-рекордсменки стали постоянными экспонатами, а караваевские доярки – постоянными экскурсоводами. В тяжелый военный 1944 год была зарегистрирована новая порода скота – костромская, отличающаяся высокой молочной продуктивностью и большим живым весом. Даже в тяжелые военные годы костромские коровы показывали чудеса продуктивности, потому что местные животноводы не экономили на кормах, а в телятниках царила почти что больничная чистота. За участие в выведении уникальной породы десятки работников племб совхоза получили ордена и медали, а в 1943 году старший зоотехник Станислав Штейман, прошедший путь от батрака до доктора наук, был удостоен государственной премии в размере 100 тысяч рублей, которую отдал Фонд обороны. Слава поселка Караваева определила не только выведение костромской породы коров, но люди – замечательные труженики сельского хозяйства, телятницы, скотники, доярки, пастухи, бригадиры, зоотехники, ветврачи. 39 работникам совхоза было присвоено звание Героя социалистического труда. Шесть тружениц удостоились этого звания дважды. Им при жизни в 1960 году были поставлены бронзовые памятники. Доярка Смирнова Анна Ивановна, бригадир животноводов Грехова Евдокия Исаевна, доярки Нилова Аграфена Васильевна Баркова Ульяна Спиридоновна, бригадир животноводов Иванова Лидия Павловна, скотница Смирнова Нина Полинарьевна. В 1964 году из Костромы в Караваево переносится сельхозинститут, и племсовхоз становится учебным опытным хозяйством, а в 1977 году – племзаводом. Научная деятельность ученых сельхозинститута и специалистов племсовхоза кропотливая опытная работа в селекционном центре, химической лаборатории, на фермах подняли на научную базу племенную работу, кормление животных, гигиену их содержания, ветеринарное дело. Это был реальный союз труда и науки. Были очень плотно связаны учеба и производственная практика. В 2018 году животноводом, награжденным одним орденом Золотой Звезды, в Аллее Героев были поставлены памятные знаки. Несомненная заслуга создания крепкого трудового коллектива племзавода Караваева принадлежит Ивану Ивановичу Парахину. Он вывел хозяйство на новые рубежи сельскохозяйственного производства. Поселок славен своими традициями и всегда отличался большим трудолюбием его жителей. Решением Костромской областной думы поселку Караваева присвоено почетное звание «Населенный пункт трудовой славы» за трудовой героизм его жителей в годы Великой Отечественной войны, в период восстановления народного хозяйства и положительные результаты социально-экономического развития. В Сельхозинституте, ставшем академией, я получила высшее образование, закончила ученую аспирантуру и защитила диссертацию по эстетике на философском факультете МГУ. Здесь я работала более 20 лет, здесь вышли две мои монографии и две художественные книги. К краеведением, изучением творчества костромских писателей я начала заниматься именно здесь. От костромских писателей я перешла к писателям современным, издала три методички и несколько статей. Есть у меня YouTube-канал с экскурсиями, сообщество «Кострома» с краеведческими материалами и фото. К краеведческой работе охотно приобщались студенты, итогом сотрудничества с которыми стали их выступления на областной научной конференции «Шаг в будущее», публикации в журналах и выступления в библиотеках. В детской библиотеке, где я работаю уже около трех лет, я сразу же организовала краеведческий кружок. С ребятами мы осваиваем историю и ключевые ее моменты, связанные с Костромским краем. Смутное время, избрание на русский престол первого царя из династии Романовых Михаила Федоровича, славный подвиг Ивана Сусанина. Провела несколько экскурсий по Костроме и даже по Сусанинской тропе, в месте совершения Иваном Сусанином своего подвига. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне разработала цикл занятий по книгам Костромского писателя-фронтовика Владимира Григорьевича Корнилова для ребят 7-8 классов по повести «Искра», а со старшеклассниками по романам «Семигорий годин и идеалист». Говорим о судьбе и жизненном подвиге писателя-фронтовика, о главном мотиве его творчества – утверждение человека в человеке. К небольшим моим краеведческим победам можно отнести онлайн-игру с ребятами из города Галича «Мы знаем ваш город». Девушки из этой команды участвовали и заняли второе место в региональном конкурсе театральных постановок в Кульяновске, художественно воплотив ролики образа Костромской снегурочки и весны по сказке Островского «Снегурочка», написанной в Костромском Щелыково. «Ежегодно готовлю старшеклассников на районный краеведческий конкурс «Самый умный». Так девятиклассник Иван Богомолов занял первое место на этом конкурсе и на областном молодежном конкурсе «Моя родина и я» тоже первое место. А Ксения Королева, 10 класс, заняла первое место в районном конкурсе «Рассказов про войну» с рассказом «Вера». Артем Кельмуддинов участвовал на областном краеведческом конкурсе «Ищу героев». Его работа посвящена прабабушке, доярке Анне Павловне Соловьевой, герою соцтруда, и бабушке, Валентине Петровне Соловьевой, бригадиру животноводства. А внизу фото династии Соловьевых, бабушка с дедушкой, их сыновья и две снохи. В животноводстве отработали суммарно 180 лет. Мы опять вернулись к караваевским животноводам. Цикл замкнулся. Я рассказала только о краеведении и только о своих проектах. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok